здравствуйте уважаемые зрители нашего канала в нашей рубрике разговоры по пятницам casual friday мы представляем следующую гостью дорогая наша гостья василина орлова антрополог писательница вы работаете в техасском университете в городе остин так здравствуйте дорогие друзья здравствуйте раджана а я из техасского университета в городе остин получила phd по антропологии вот поэтому это моя alma mater работа я сейчас настоящее время в creative writing school вот она так называется английскими словами но это школа творческого письма она в москве находится ее организаторы в москве но все обучение проходит онлайн заметила что у вас также вот вашем резюме написано что вы столи тела но это очень как-то интересно потому что вообще в русском языке не принято такое обозначение да потому что но это получается рассказчик вот такое возникает такая картина аэда то есть человек который приходит нам в бурятской традиции это улигершин да это человек который ходил из улуса валуз и рассказывал у легеры сказки героический эпос вот к сожалению у нас практически эта традиция утеряна вот а что вы вкладывали вот в это понятие когда назывались себя назвали себя story teller в резюме в как таковом у меня его нет но тем не менее story teller это важная такая часть идентичности вот это человек действительно который рассказывает истории мне очень нравится вот это метафора которую вы употребили он ходит из улуса волос вот именно вот я хожу я ездила долгое время из россии в штаты из штатов в россию поскольку полевая работа антропологическая у меня была как раз в сибири в иркутской области и имела возможность как бы рассказывать американцам про какие-то вещи которые я увидела в россии и россиянам сейчас вот как раз такой период когда мне кажется я могу донести какое-то ощущение о происходящих событиях как бы как оно выглядит может быть с какой-то другой стороны атлантика да вот поэтому да мы вот антропологи я думаю что многие смогут как бы здесь согласиться что писательство автоэтнография авто биография и антропология и этнография это все очень тесно связанные области которые не разделены какими-то четкими границами я узнала о вас и о вашем канале когда сама начала заниматься активизмом и снова так скажем начала заниматься с прошлого года еще у меня был период жизни когда я занималась активизмом это с товарищами с друзьями боролись против уничтожения бурятских автономных округов вот это была программа укропнение регионов 2006 2008 года но вот потом после того как мне пришлось уехать я решила что видимо эта страница моей жизни закрыта и думала что сейчас я буду просто жить своей жизнью но к сожалению жизнь внесла свои коррективы вот и когда стала читать разные материалы смотреть youtube каналы и вот в этом поре голосов так называемых хороших русских было очень трудно найти людей которые бы разделяли со мной с нами с моими соратниками по движениям национальным вот нашу повестку наши взгляды на деколонизацию и поэтому когда я нашла ваш канал василина орлов это был очень большой источник вдохновения и потому что я вот увидела насколько созвучны наши взгляды вот тому что вы пишете и вот это настолько было ну как-то выделялся ваш голос из этого хора до либералов которые во многом не смогли преодолеть в себе берзкость что ну вот мы должны были вас пригласить к нам на передачу чтобы поговорить с вами скажите как вы пришли к вашим взглядом когда вы начали задумываться о том что на самом деле россия это империя и вот как произошел ли какой-то я не знаю какая-то переоценка ценности или какое-то событие натолкнуло вас на то чтобы принять вот именно эту точку зрения спасибо большое раджана за такие слова это безусловно некие такие слова которым я буду даже возвращаться в своем сознании потому что для меня безусловно очень важно услышать что мы резонируем где-то вот именно с активистами такими как вы очень опытный человек который занимался этим давным-давно для меня очень большое влияние на меня оказали феминистки и активистки в первую очередь женщины то то что называется в штатах их называют сейчас женщины цвета как бы то есть это женщины которые чаще всего являются являются принадлежат или там какая-то определенная часть их идентичности ассоциировано с расой вот причем это не белая раса то есть это черные и это то что называется еще иногда коричневые то что они называют вот то есть люди которые сами по себе они о себе иногда говорят так что они являются продуктами колонизации либо как бы британской либо испанской либо какими-то ее как бы ну смесями и вот вот весь этот контекст в которых живут эти люди которые они развивают и в котором они существуют в котором они пишут статьи и выступления и так далее он как мне показалось имеет прямое отношение к нашим российским контекстом хотя в россии есть такое ощущение у многих людей что раса это где-то очень далеко что вопросы расы вопросы этничности скажем так вопросы связанные с определенными иерархиями власти и собственности которые построены во многом сплетены с вопросами расы и этничности это где-то далеко это штаты это может быть европа это европейский колониализм это история колониализма значит ну как у нас сейчас в россии говорят англосаксов вот то есть это как бы нам не свойственно а к россии присоединялись все всегда добровольно вот без всяких значит освободительных национальных движений вот российский колониализм был очень другой он был он был более якобы значит более человечный вот россия это другая страна это если это империя то она преодолела свою имперскость потому что в советское время были был определенный момент когда можно было учиться на национальных языках там и так далее вот то есть вдруг оказалось что эти контексты прекрасно накладываются один на другой и что российское российский колониализм в этом смысле совершенно также жесток и совершенно также банален как колониализмы других империй вот интересно недавно я посмотрела фильм который был номинирован на несколько оскаров это индийский фильм и естественно это история 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 как раз о деколониальном движении антиколониальном движении история о революционерах но она рассказана вот в такой стилистике эпоса и там вот главный один из главных героев он в принципе можно сказать аватар рамы его друг представитель племени гонда из джунглей индии это практически хануман и там как бы практически вот эта история рамы рамаяны рассказана немножко ну как без других немножко видоизменена там друг его должен вызволить маленькую девочку из английского плена который в принципе практически вот как сейчас украинских детей украли и увезли в россию вот так вот эту маленькую девочку из племени увезла жена губернатора и значит этот герой из племени из джунглей пошел вот в Телли чтобы ее вызволить и я вот так себя поймала на мысли что ну нам всем нужно посмотреть срочно этот фильм он расставляет очень правильные акценты как в свое время Braveheart Храброе сердце он послужил очень сильным толчком к возрождению шотландского национального движения национального духа и затем в антропологической литературе я знаю его тоже анализировали с этой точки зрения потому что он многими представителями колонизированных народов воспринимался вот именно как такой вдохновляющий пример хотя естественно в тот момент никакого колониализма ну я не знаю империализм тогда еще не было это просто это средние века но тем не менее вот для людей которые боролись за независимость этот фильм послужил таким толчком для значит возрождения вот своих этих движений Индия была и является одним из таких поставщиков постколониальной теории и наверное не случайно что такие фильмы также появляются до сих пор в Индии хотя хотя Индия уже сколько лет является независимым государством но тем не менее этот опыт все еще осмысливается вот в России у нас к сожалению этого нет практически я немножко поделюсь своим опытом да работы в российской академии я защищалась по антопологии этнологии в 2004 году и стажировку проходила в институте этнологии и антропологии ран и там абсолютно нигде не разговаривали никогда люди и не было никакого обсуждения постколониальной теории вот а потом я поехала в Польшу на стажировку и там я вошла в этот проект молчащая интеллигенция об интеллигенции как раз колонизированных народов которые получала западное образование вот и там я обнаружила что оказывается есть целое направление в науке социальной науке которое посвящено как раз вот осмыслению этого опыта в России абсолютно об этом никто не знал вот сейчас это начинается начинает развиваться эта идея вот слово деколонизация стало таким базу в России сейчас ну и я не говорю что именно внутри России а вот среди российской диаспоры возможно вот и могли бы вы как-то прокомментировать мою сумбурную речь почему речь очень логичная и в общем совершенно великолепное замечание и наблюдение да конечно вы правильно заметили что Индия до сих пор является поставщиком как вы говорите антиколониальной теории мы знаем много теоретиков которые вышли оттуда так или иначе вот и продукты массовой культуры они могут обязательно анализироваться с точки зрения колониализма но вообще в целом надо сказать что российский колониализм и империализм хотя конечно его всегда изучали какие-то люди специальные и так далее люди которые специализируются на нем долгое очень время был совершенно незамечен не только вот внутри России где конечно огромные силы были брошены на то чтобы обосновать необходимость этого колониализма убедить всех что это не колониализм это что угодно но не колониализм что российские как бы колониальный проект он настолько более дружелюбен и как бы человечен но и на западе то есть там где люди должны были по идее смотреть на это все с точки зрения каких-то компаративистских как бы подходов да тоже о колониализме российском вот так вот широко прямо заговорили мне кажется только с полномасштабным вторжением российской федерации на территорию суверенного государства Украина то есть вдруг всем стало понятно что ну или по крайней мере многим что действительно российский колониализм и колониальный проект русский мир или как бы его ни назвать он жив он здоров он развивается он именно использует очень как как бы архаичные такие жестокие методы подавления и колонизации и все это парадоксальным очень интересным образом накладывается на такую позицию которую занимают официальные российские лица которые как бы критикуют колониализм НАТО и Америки вот и в этом к ним присоединяются определенные там левые крайне левые крайне правые иногда в этих же обществах в западных обществах и так далее то есть возникает такой парадокс что Россия или российские официальные лица критикуют колониализм вот этих вот легендарно загадочных англосаксов вот которые на самом деле там существовали я не знаю когда в девятом веке там допустим да сейчас сейчас это другие совсем народы вот и вместе с тем используют вот те же методы вторжения вот вы совершенно правильно говорите о похищении украинских детей это абсолютно точно сто процентов характеристика геноцида когда детей передают из одной группы в другую с целью перевоспитать их с целью воспитать из них неких граждан уже вот этой новой группы и возможно очень скептически ненавидящим образом относящихся к своим там предкам допустим да то есть да мы это видим в колониализме сплошь так делалось уже и раньше и российская империя забирала детей в том числе у народов таких как буряты якуты многие другие забирала их на всевозможные 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 школы вот иногда даже как бы они не возвращались конечно после этих школ в свои родные места и в штатах тоже была такая целая как бы тема да вот нужно взять представителя то что называется indigenous или нативного представителя ребенка и перевоспитать его в человека полезного вот этому новому обществу это называлось убить индейца и спасти человека вот то есть брали человеческий материал детей вот и как бы использовали его уже в качестве образовывали там его значит соответствующим образом одевали определенным образом другие совершенно другое поведение прививали другие культурные навыки другую еду давали и так далее и так далее то есть все аспекты идентичности были трансформированы я разговаривала с представителями например лакота сил с навахо индейцами и они рассказывали да действительно о своем опыте некоторые были называли себя survivors of boarding school Catholic boarding school то есть люди пережившие ну про survivors говорят например люди женщины или там мужчины которые пережили изнасилование да травму какую-то вот они survivors или там какое-то бедствие и эти люди они уже им уже по 50 по 60 лет и они говорили о том что они survive что они пережив пережили этот ужас вот и некоторые даже с каким-то смехом там рассказывали о том что как они издевались надо так как могли дети над священником который учил например язык навахо и они ему говорили какие-то слова совершенно ну не соответствующие там какие-то ругательства могли ему сказать вот они говорили вот он хотел там с нашими с какими-то девушками да познакомиться коренными и они ему говорили какие-то слова совершенно оскорбительные вместо того чтобы там ты волосатая там или что-нибудь в этом роде вот ну и что интересно вот тоже когда например читаешь интернет рунет вот на тему например вот расизма или там например колониализма обязательно всплывет история индейцев северной Америки северной южной да о том что что их истребляли и дорога слез там и зараженные одеяла вот и вунды дни а при этом действительно говорят о том что в России такого не было а почему потому что просто люди не знают историю и не хотят ее знать а сейчас у многих людей даже не будет нет и возможности изучить эту историю потому что ее снова переписывают в который раз это верно это очень правильно действительно это это так и конечно это очень большая беда что вот фактически вся история которую мы изучали она была построена на каких-то умолчаниях на откровенные лжи на том что мы какие-то вещи никогда не знали вот мы не изучаем глубоко сталинские репрессии например а сейчас они уже фактически опять здесь опять сосед на соседы пишет какие-то доносы за неправильные мнения и собственно люди изучали все эти вещи ну даже вот очень много и часто скептически отзываются там многие многие критикуют из вполне позиции с которыми можно согласиться например работу даже работа даже Александра Эткина внутреннюю колонизацию или можно посмотреть работа Слезкина Юрия Слезкина про Арктику то есть это в общем ученые все равно с мировым именем которые скажем так проделали огромную работу и они пишут в своих книгах они пишут целые народы были истреблены при российской колонизации Сибири были истреблены народы но то что мы сейчас бы назвали может быть малочисленными народами и так далее мы знаем что конечно определенные народы естественно и выжили и как бы очень серьезно сражались за свою независимость в том числе саха якуты и буряты вот но тем не менее та же история вот с boarding school с католическими тоже же были интернаты в которых отправлялись дети учиться вдали от семьи просто действительно где эти романы написаны выжившими в этих школах ведь они наверняка написаны просто они где-то хранятся либо в каких-то архивах либо гибнут по частным собраниям вот был мемориал долгое время вел огромную работу я там например читала у них в Москве мемуар о женщине которая вот по мемуар женщина скажем так которая поехала строить в Сибирь значит на советские стройки вот она поехала с таким ощущением что она начинает новую жизнь что ее позвали что она куда-то на что-то годится грубо говоря да вот с таким воодушевлением и уехала из московской жизни где она посещала театры где у нее там были какие-то ухажеры кавалеры с которыми она ходила по каким-то бульварам вот поехала строить вот в частности строила братскую ГЭС братская ГЭС это такой был супер объект в моей работе так как бы возвышающийся над всем потому что трансформировался регион вот и описывала там совершенно чудовищные события и в том числе какие-то эпизоды насилия и так далее но у нас же это вот мы же почему-то решили отказаться от всей сложности нашей собственной истории и вот даже все эти советские стройки и так далее мы их исключительно всегда во многих учебниках и так далее освещали как ну такие подвиги человека на побеждающего природу вот но это присутствует безусловно ну даже комсомольский поэт Евтушенко как бы он был не так однозначен да вот как некоторые аккаунты некоторые как бы варианты вот этой истории российской которую нам которую мы изучаем то есть да вот невыученные уроки истории приводят к сожалению к тому что сейчас официальной является версия которая вообще абсолютно лжива полностью то есть версия событий в которой Россия это некий это некая жертва вот обстоятельств которые вынудили каким-то образом значит напасть на Украину на территорию Украины и та версия истории в которой буча это событие которое может вообще в принципе оспариваться что это сделали не элементы сил вторжения вот сейчас годовщина освобождения бучи и нам рассказывают что это значит жертвы которые там были и все эти чудовищные кадры которые мы видели и все эти чудовищные явления которые там происходили что это якобы значит была операция самих украинцев ну это ложь это ложь есть исследование это вот буквально самый наилучшим образом задокументированный акт геноцида в новейшей истории есть видео даже есть исследование Нью-Йорк Таймс есть я лично читала аккаунты из бучи вот рассказы из бучи когда это все там происходило от моего друга поэта который там живет там уже были эти тела на улицах вот и они нам теперь будут рассказывать что это там что-то иное а не то что всем понятно это просто запредельно вся вот это вот это вот весь этот очередной слой лжи который напластовывается на вот все вот эти многовековые многие декады каких-то умолчаний каких-то рассказов о том что они были сами виноваты про жертв репрессий и так далее ну вот это то что мы получаем это открывает нам дорогу только дальше в ад в россии в россии почему нету этой традиции все проговаривать до конца а потому что наверное нету такой вот многовековой философской традиции как на западе вот чем в принципе америка это не рай на земле это совершенно могу сказать об этом совершенно со стопроцентной уверенностью да что здесь долгучий проблем разных но чем импонирует американское общество мне да тем что они никогда не закрывают глаза на какие-то проблемы если проблема существует то большая часть общества да сразу же начинает об этом говорить и думать как можно решить эту проблему вот начиная это всего например не случайно ведь анонимные алкоголики зародились в америке просто у людей очень прагматичный прагматичный подход к этим проблемам вот если что-то болит нужно не расчесывать да вот а вот как-то вот осознать проанализировать и найти решение и я думаю что это связано как раз вот наверное все таки с философской традиции которая зародилась ну я не говорю про древнюю Грецию и Рим я говорю про средние века да когда это все проходило вот проходили дебаты в университетах в университетах все это анализировалось люди спорили люди писали книги трактаты и у людей поэтому вот в обществе есть эта потребность осознать какое-то явление с разных сторон рассмотреть и дойти до самой точки а в России мне кажется этого нет и наверное вот в этом как раз наверное заключается проблема что в свое время Петр Первый взял от западной культуры оболочку и с тех пор эта оболочка просто развивалась на протяжении истории да какие-то вот ну мишура какая-то навешивалась да действительно были какие-то прорывы в литературе и так далее но вот не было этой укорененности и именно поэтому мы наверное видим то что видим и я думаю что как таковое государство российское оно переживает последние дни я думаю что вы сделали абсолютно правильное замечание относительно философии причем эта философия она как бы ведь существует на уровне ежедневных каких-то идей да то есть если скажем так у нас во многом мне кажется вот чтобы иметь возможность говорить какие-то вещи да нужно буквально к сожалению сейчас рискнуть даже своим положением в обществе потому что люди не хотят во многом многие люди не все конечно но многие не хотят даже слушать обо всех этих вещах и принимают такую позицию что нужно как бы спастись каким-то образом выжить отгородившись от всех событий частным порядком что мы преодолеем все вот это вот каким-то образом каждый из нас по отдельности и что общество как как общность оно в общем наверное и не должно даже ничего делать то есть вот если послушать разговоры как бы которые долетают по крайней мере до нас здесь например в штатах то получится что-то какой-то такой баз из этого из таких обрывков народной мудрости как бы которая как бы говорит не надо лодку раскачивать а что будет после Путина а может быть наоборот это вообще последнее из того что что удерживает такой катехон который удерживает россию какой бы вот он ни был то что идет дальше еще хуже но дело все в том что это очень характерно когда после там двадцати лет правления одного человека смена власти это всегда огромный кризис именно поэтому люди стремятся к тому чтобы по крайней мере в западных демократиях есть стремление к тому чтобы власть сменялась регулярно потому что если меняется лидер то меняется весь аппарат и соответственно предыдущий аппарат знает что потенциально его могут привлечь и к ответственности за то что они делают и даже вплоть до уголовной ответственности и так далее вот когда мы имеем дело с авторитарным строем это немного все по-другому потому что вот этот авторитарный слой строй он как бы удерживает все то же самое пространство своими людьми которые которых он знает ну с какого-то там времени например поэтому вхождение в это в эти структуры чрезвычайно затруднительно соответственно это очень жесткая структура которая только отсеивает и она принимает в себя по минимуму поэтому возможности привносить какие-то новые идеи через новых людей практически отсутствуют ну вот это то что мы наблюдаем уже вот в этих наверное ну в этой финальной стадии то есть она может продлиться еще очень долго но факт тот что стадия финальная потому что скамейка запасных чрезвычайно короткая переназначаются одни и те же лица и так далее и конечно это будет кризис огромный в случае смены власти вот которая неизбежна потому что ну во первых мы все смертны вот но этот кризис безусловно будет наложен на войну на последствия санкций на последствия всего этого чудовищного насилия которое с огромным размахом было прокинуто на территорию Украины прежде всего и нам нужно спросить себя почему получается так то есть да мы понимаем это авторитарный строй но почему получается так что вот эта общность этот конкретный регион вот этот русский мир российская империя СССР российская федерация в данном случае почему она воспроизводит эти модели управления что такое у нас есть в головах у нас россиян что мешает нам как бы каким-то образом попытаться устроить какую-то альтернативную систему почему все системы скатываются в единоличную почти неограниченную абсолютную власть наверное это все-таки что-то в нашем сознании наверное это какие-то какая-то имперскость определенная доминирующего слоя но у нас многонациональная страна российской федерации по конституции если конечно вообще еще уместно ссылаться на конституцию поскольку правящие круги ее переписывают как они и пожелают но тем не менее многонациональная страна в которой в последние годы возникло такое ощущение как бы что ну вот многонациональная да но вот есть некоторые люди которые ровнее других и это русские вот русские защита прав русскоязычных своих не бросаем это и речь идет о членах русскоязычных за рубежом скажем так тех кто оказался за рубежом после развала СССР вот то есть мы видим что мы видим то что действительно есть какие-то вот эти глубокие алгоритмы такие мыслительные вот которые находятся в самом основании всех этих процессов то есть да я думаю что вы правы когда вы говорите о философии можно назвать это наверное философии имперства философии единоначалия какого-то философии философии автократии философии тирании философии 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 и о 下 Маховическое начало русского государства, оно вот как раз запустило этот маховик, после этого уже было практически невозможно остановиться, и этот деспотизм, он просто рос и рос, он видоизменялся, но вот эта вот потопленная в крови Новгородская республика, она по идее вот на этом была построена империя. Ну и потом, естественно, пошло завоевание Казани, с которой началось вот именно строительство этой империи, многонациональной, так скажем, оно началось как раз с покорения Казани, и потом дальше пошло всё. Здесь можно сказать то, что ведь, например, в европейской истории мы, конечно, так всё время сравниваем Россию и Европу, Россию и Запад и так далее, и как бы всё время приходим к такому выводу, что Запад в чём-то лучше и так далее. Понятно, что многим россиянам это будет казаться очень таким формальным подходом, и как бы само по себе, а вот как на Западе, как бы, грубо говоря, оно никого-то не убеждает, и это, в общем, правильно. Но дело в том, что ведь в Европе тоже были какие-то эпизоды покорения каких-то республик, каких-то независимых городов, да, вот были огромные города, которые были по сути дела города-государства в средние века. Но, тем не менее, вот как-то удалось преодолеть какие-то тогдашние захватнические как бы тенденции, возможно, тем, что их выместили за океан, возможно, тем, что колониальные проекты начались. Но дело в том, что, что кажется, России, наверное, не просто так сейчас, вот не так давно даже возникла такая тема для обсуждения, ну, это на уровне какой-то, может быть, на уровне чего-то не совсем серьёзного, но речь зашла о том, в случае была петиция, подписанная достаточным количеством человек, чтобы её рассмотрел Зеленский, о переименовании России Федерации в Московскую Федерацию или Московию, Россию современную в Москве. И, наверное, в этом есть какой-то определённый смысл, потому что, вот, действительно, вот, если были вот эти, скажем так, альтернативные сценарии развития какого-то русского государства, в том числе Нижний Новгород, вернее, господин Великий Новгород, да, это другое место, значит, Киевская Русь, значит, Беларусь. Или Беларусь, да, собственно, то есть были какие-то альтернативы, да, но Москва подгребла под себя всё это, Москва в конечном итоге, может быть, даже в тот момент, когда столица была перенесена туда и так далее, когда окончательно выиграла Москва соперничество с Санкт-Петербургом за столицу, Москва вот приобрела такой диспропорциональный вес в Российской Федерации. То есть у нас, действительно, в Российской Федерации, если даже посмотреть на карту, в которой может быть отображено, например, количество жителей или количество потребления электроэнергии, то буквально на ровном пространстве с несколькими точками, которые будут означать крупные города, Москва это будет таким огромным, значит, пиком каким-то. Это вот некая такая вертикаль власти, я даже не знаю, они не это, конечно, имели в виду под вертикалью власти, но некая такая точка, которая диспропорциональным образом на вот этом огромном пространстве концентрирует в себе все богатства, все самые во многом пустые ресурсы, все как бы самые модные какие-то там и магазины, и какие-то мелкие производства, которые там не вынесли куда-то за пределы в Сибирь и так далее. То есть получается, да, что действительно мы имеем дело, возможно, с Московской Федерацией, которая, конечно, никакая не федерация, а просто на самом деле нечто вроде царства московского, такого московского княжества, где правит один самый главный, значит, царь со своей там челядью, со своими слугами и так далее. То есть в таком масштабном государстве, в таком огромном пространстве таких городов должно быть много. Да, конечно, безусловно. Вот европейцы практически ничего не знают о России как таковой, они знают Москву и Петербург, и они думают, что... Ну, у них, естественно, всегда были очень экзотичные представления о России, да, там ледяная пустыня, ну, если там, например, Сибирь, то это ледяная пустыня, гулаг, медведи, вот люди на льдинах живут. Вот такие вот, а что там, например, у нас 180 различных национальностей, да, в России живут, люди абсолютно не знают. Ну, там американцы, да, обыватели, европейцы. Почему? Ну, потому что мы не были представлены, мы не были представлены ни внутри России, да, в российском контексте, ни, естественно, на экспорт нас не показывали и не давали нам слова. И поэтому, когда я читала ваши статьи на английском языке или смотрела, например, ваши интервью на английском языке, когда вы, в общем-то, транслировали вот идеи о том, что России необходима деколонизация, что существуют национальные движения, национальные регионы, которым нужна самостоятельность, это было очень, ну, как сказать, огромный респект вам за это, спасибо огромное. Вот, и еще у меня такая, такой вопрос об одной вашей идее, где вы писали, что необходим think tank, аналитический центр, который будет заниматься как раз вопросами деколонизации России, и в этом аналитическом центре должны звучать голоса жителей российских регионов, из национальных регионов прежде всего. Вот, как вы думаете, вообще это возможно и как можно вообще это организовать? Да, это очень такая, спасибо большое за вот этот вопрос. Вообще, конечно, я думаю, что навряд ли кто-то вообще в России может разумно возразить тому тезису, что Российская Федерация должна быть, ну, в ней должно быть децентрализированное управление. Должны не назначаться какие-то губернаторы и уж тем более мэры городов, а должны все-таки они избираться, причем они должны избираться на местах из местных людей, из тех, кто хочет, как бы, заниматься вопросами развития именно местных, местного самоуправления, потому что, как бы, это система, при которой все налоги идут в центр, и жители регионов должны каким-то образом подписываться под завоевательные войны московские. Это, скажем так, система, которая чрезвычайно тяжела для регионов, я думаю, она построена на модели экстракции ресурсов, в том числе человеческих ресурсов. Что касается вот этого аналитического центра, о котором я все время размышляю, который обязательно нужно каким-то образом организовывать, есть, конечно, разнообразных think tank, в том числе тех, которые были издавна заинтересованы в вопросах колонизации, деколонизации, но дело в том, что в них должны все-таки играть действительно первую роль именно выходцы из России, члены движений, организаторы, активисты движений за независимость этих регионов, ну или если там не пугает слово независимость, то самоуправление, потому что решения из центра, которые принимаются, исходя из весьма приблизительного знания об этих регионах, они не могут способствовать развитию этих регионов на местах и удовлетворять чаяния и желания людей на местах. Ну, наверное, странно называть там представителей определенных народов в России меньшинствами. Почему? Потому что они компактным образом проживают чаще всего. Вот эти люди, ну их по пальцам одной руки можно пересчитать во власти, где-то в центральной власти и так далее. То есть они не настолько как бы вот растворены в этом большинстве, говоря, для того, чтобы считаться меньшинствами. Мы именно имеем дело с колонизированными народами. Ну это да, этот разговор нужно продолжать. Нам нужно искать людей, которые захотят участвовать в нем. Конечно, на уровне, скажем так, на уровне членов там печительского совета и так далее. Ну, количество желающих участвовать в этом. Вот. Но нам нужно, чтобы под это дело подписались какие-то люди, которые будут способны вести огромную работу, связанную там с грантописанием. Вот. И нужно тоже развивать этот диалог с теми людьми, которые уже делают какие-то вещи. Например, вот фонд и Лига свободных наций, которые уже презентовали свои идеи в Европейском парламенте в том числе. Вот. Которых назвали так как бы полупренебрежительно. Всевозможные имперцы называют их пражскими картографами. Вот. За, так сказать, творческий подход к картам. Я думаю, что на самом деле название это очень хорошее. Его можно использовать, его можно реапроприировать, прореклеймить. Вот. И сказать, да, мы пражские картографи, да, мы воображаем новое будущее для России. Почему? Потому что современная правящая клика под видом сценария будущего ничего нам не предлагает. Русский мир обанкротился колоссальным образом. Он предлагает буквально фашизм, в котором есть сорта людей, в которых портят люди определенной этничности. Это русские, русскоговорящие. Ну вот. И остальные – это люди второго сорта. Вот. Я думаю, что русские в целом должны быть на вторых ролях в данном случае, потому что, скажем, какие-то условные оппозиционеры московские и так далее, которые тоже сейчас живут на Западе, ну, они не могут говорить от имени родов других, да, то есть они не могут говорить от имени всей России, они не являются представителями этих народов, они понятия не имеют, чем живут эти народы, какие у них горести, какие у них беды, чего они хотят. Соответственно, вообразить новое будущее для регионов могут члены интеллигенции, которые принадлежат к этим народам. Вот. В Праге собирались представители различных движений национальных и регионалистских на форум свободных народов пост-России. И сейчас форум очередной будет проходить в конце апреля в Соединенных Штатах Америки. Ну, как бы, вот гостями этого форума часто бывают, ну, как бы, можно сказать, основными спикерами, а также представители Лиги Свободных Наций, куда наша организация также входит. И я думаю, что вот эта идея о создании такого аналитического центра назрела. И спасибо большое за то, что вы поднимаете этот вопрос. И я думаю, что мы будем обсуждать создание такого центра на ближайших наших встречах. Я прошу прощения за качество связи. Я не знаю, что происходит сейчас. Может быть, какие-то работы, поэтому вот какие-то помехи идут. И поэтому я прошу прощения у вас, у зрителей за качество этой записи. Я думаю, что мы встретились сегодня в первый раз с вами. И я надеюсь, что вы не откажетесь встретиться с нами в следующий раз. Потому что тем для обсуждения просто море. И, к сожалению, основная тема нашей жизни, которая сейчас идёт таким лейтмотивом, это страшная война в Украине. Она всё ещё идёт. Эта кровавая жатва всё ещё происходит. Поэтому вот все прогрессивные люди, все люди, у которых, в общем-то, совесть ещё есть, должны делать всё, что в их силах, чтобы эта бойня была остановлена, и чтобы Россия всё-таки осознала, что то, что делает это государство, это преступление. То есть абсолютно должна быть, Россия должна уйти из Украины полностью. Главные преступники должны предстать перед трибуналом международным. И я думаю, что судьба вот всего этого пространства, она в наших руках, и мы будем решать, как мы будем жить после того, как Россия потерпит это поражение в войне. Это неизбежно просто. И я желаю, чтобы мир наступил как можно скорее. И мир не на условиях России. Спасибо большое, что согласились встретиться. Я ужасно рада знакомству. Спасибо большое, Раджана. Я с большим уважением слежу тоже за вашей деятельностью. Форум народов Кост-России – это очень большое, важное начинание. Я знаю, что многие за ним следят, в том числе и американцы, и европейцы, и, конечно, в России тоже люди это делают. Сейчас ваши организации, и форум, и Лига Свободных Наций, они на переднем крае этого разговора. Поэтому огромное вам спасибо за приглашение. Я буду, конечно, с вами встретиться еще. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok